В эфире обзор событий за 3 июля, главные темы дня. В Иркутской области стартовали ЕГЭ. Испытания проходят лишь те, кто решил поступать в ВУЗ. Эпидемия в разгаре. Ковид-инфекцию сибиряки подхватывают на обычных прогулках. Листвянке погибла школьница. Ребенок сорвался с узкой тропы. В Ангарске появится еще одно знаковое место. Иркутские скульпторы заканчивают работу над памятником Николаю Ярополову. Сегодня первый день сдачи ЕГЭ. Выпускники пишут тесты по трем предметам – география, литература и информатика. По традиции экзамен начался в 10 часов утра и длился 3 часа 55 минут. В Ангарске для сдачи этих предметов было организовано три пункта. Испытания прошли более 400 человек, в том числе выпускники прошлых лет. Напомним, из-за режима ограничений ученики 9-х и 11-х классов получили аттестаты по итогам годовых оценок. Сдавать ЕГЭ в этом году вызвались только те, кто планирует поступать в ВУЗы. В Ангарске таких 94%. Учитывая ПИД-обстановку в области и округе, на пунктах сдачи ЕГЭ обеспечили все меры безопасности. Прилегающую территорию школ и аудитории накануне продезинфицировали. Ребята с собой несли чек-лист, в котором прописывали состояние здоровья и были ли они в контакте с инфицированными COVID-19. На каждом пункте нас встречали медицинские работники, которые измеряли температуру, смотрели общее состояние здоровья ребятишек и давали допуск или не допуск к сдаче единого государственного экзамена. В аудиториях ребята у нас рассажены не так, как в прошлые годы. Если в прошлые годы количество детей в аудиториях колебалось от 15 до 20 человек, то сейчас это 9-12 человек. Выдерживается дистанция полтора метра друг от друга. Кроме того, мы детей попросили точно так же принести средства индивидуальной защиты. За испытанием в режиме онлайн наблюдает ситуационный центр Иркутской области. Камеры установлены в каждом пункте по сдаче ЕГЭ, включая отдаленные северные районы Приангария. Центр организован на базе Министерства образования. Сегодня его посетил глава региона Игорь Кобзев. У нас одна метро сейчас уже пришла, что в одной из аудиторий предположительно шпаргалка. Выяснили, это оказалось не ребёнок, а наблюдатель, учительница что-то бумажку достала. Ну, соответственно, всё зафиксировано. Система контроля чётко фиксирует всё, что происходит в аудиториях. Кроме того, испытания записываются в обязательном порядке, чтобы потом можно было решить все спорные моменты. Всего в Иркутской области в этом году организовано 99 пунктов по сдаче единого государственного экзамена. Я хочу сказать, что это важная государственная задача. Мы понимаем, что более 12 тысяч будущих студентов, надеюсь, что все будут студентами, должны сегодня пройти испытания. Оно для них – это путёвка в возрастную жизнь. И сегодня я бы хотел, ну, в первую очередь, пожелать им, чтобы они прошли вот этот период. 7 июля, в понедельник, выпускников ждёт обязательный экзамен по русскому языку. Последний день сдачи ЕГЭ назначен на 23 июля. 24 и 25 – резервные дни. Продолжаем тему. В Иркутской области растёт количество медалистов. В этом году с отличием в школу закончились 785 выпускников. Среди них – 48 ангарчан. За свои достижения все они получили приглашение на губернаторский бал. Он прошёл накануне в формате онлайн. Эпидемия не позволила поздравить учащихся традиционным образом. Однако событие от этого не стало менее радостным. Ведь для каждой школы медалист – это прежде всего гордость. К примеру, в школе номер 40 их двое. Вообще, надо сказать, это удивительные ребята. Это настолько скромные, воспитанные, уважительные дети, которые на протяжении всех 11 лет были только отличниками. В 9 классе основную школу они закончили также с красным аттестатом. И среднюю школу также они успешно отлично закончили. Педагоги говорят, секрета, как вырастет медалиста, не существует. Нужно суметь разглядеть в каждом воспитаннике потенциал и раскрытие. А тем временем число инфицированных в Иркутской области стабильно прибавляется по две сотни человек в сутки. А значит, почти по полторы тысячи в неделю. Такими темпами рубежа в 10 тысяч заболевших регион может достигнуть к середине июля. Растет и число летальных исходов. За неделю от осложнений, вызванных коронавирусом, погибли 18 пациентов. Пятеро из них за последние сутки. В тяжелом состоянии в больницах региона остаются 90 человек. Госпитализированы полторы тысячи заболевших. Дома лечатся. 2732 человека. В Ангарске также продолжается рост заболеваемости COVID-19. За последние два дня коронавирус выявили у 30 взрослых и шестерых детей. Такие данные были озвучены сегодня на заседании оперативного штаба округа. Сегодня просто семьями, все, кто общается, все, кто друг другом любится, встречается, гулянки продолжают проводить. И потом мы практически семьями всех укладываем в стационары. Умер у нас один человек именно от COVID-19 и два человека, то есть имеющих хроническое заболевание. COVID-19 это уже как бы сопутствующий или явился фактором, конечно, ускоряющим смерть человека. 138 человек в Ангарске находятся на амбулаторном лечении. Их также, как и людей, которые сидят дома на самоизоляции, проверяют сотрудники полиции. Уже выявлены случаи, когда люди, инфицированные коронавирусом, посещали общественные места. Их ждут серьезные санкции. На заседание оперштаба также обсудили ситуацию с выплатами по подготовке к школе для многодетных семей. Как отметили представители соцзащиты, к ним поступило всего 125 заявлений. Это существенно меньше, чем в прошлом году. Специалисты опасаются большого наплыва заявителей в конце лета. Мы сейчас подготовили информацию для наших родителей, чтобы они позаботились все-таки пораньше об этих выплатах. И подали документы не в конце августа, а вот еще есть у нас июль целый месяц впереди. И возможность подачи документов существует. Она может быть подана, документы через МФЦ, могут быть поданы через наш ящик, который установлен на входе. То есть возможность обращения имеется, но, к сожалению, наши родители этим не пользуются. С 3 июля в Ангарске после режима самоизоляции открываются практически все заведения. Как отметил мэр округа Сергей Петров, задача властей – держать на контроле соблюдение санитарных требований. Проверки будут проводиться ежедневно. Далее о происшествиях. 11-летняя девочка погибла на Байкале. Ребенок сорвался со склона на нелегальной тропе в Листвянке. Трагедия произошла у северной части населенного пункта, сообщают спасатели. МЧС предупреждает – выход на прибрежный склон в конце поселка смертельно опасен. Выход на тропу оборудован предупреждающими знаками, однако их периодически сносят. По факту гибели школьницы следственный комитет возбудил проверку. При тушении лесного пожара в Приангарье погиб десантник Руслан Имсыров. Он переходил с одного очага на другой. Руслану было 42 года. Службе на Иркутской базе авиационной охраны лесов он посвятил 18 лет. Соболезнования семье погибших выразил глава региона Игорь Кобзев, а также коллеги десантника. Они вспоминают погибшего как опытного бойца, профессионала своего дела и надежного товарища. На утро 3 июля на территории региона действовали 66 лесных возгораний площадью около 20 тысяч гектаров. На помощь из Красноярского края прибыл самолет-амфибия Бе-200. На борт он может принять 12 тонн воды. Заправляться судно будет из озера Байкал в Ольхонском районе. Трое жителей Ангарска предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве. По данным следствия, с 2016 по 2019 год две женщины и мужчина оформляли кредиты по подложным документам с фиктивными данными о работе и заработной плате. Займы обвиняемые возвращать не собирались и по счетам не платили. В результате трем банкам причинен ущерб на сумму более 5 миллионов рублей. После этого обвиняемые еще 16 раз пытались оформить займы преступным путем. Иркутску присвоено звание «Город трудовой доблести». С инициативой глава региона Игорь Кобзев выступил еще в марте. Для этого было разработано историческое обоснование. В столице региона до начала войны действовало более 20 крупных предприятий, а во время военных действий сюда было перенесено почти 30 заводов и развернуто 28 госпиталей. Для меня радостно то, что население Иркутской области единогласно поддержало это предложение. Я его подписал. Нас поддержал Комитет Победы и утвердил президент. Я думаю, сегодня мы с радостью понимаем, что это заслуга всех жителей Иркутской области. Это дань уважения старшему поколению. То, что они сделали. Они сделали невозможно. Вместе с Иркутском название «Города трудовой доблести» претендовало 28 населенных пунктов. В окончательный список вошли 20 городов. За столицу при Ангаре было отдано более 60 тысяч голосов. В честь нового статуса в областном центре появится «Стелла». Ее проект вынесут на всеобщее обсуждение. Памятник первому директору ангарской нефтехимической компании Николаю Ивановичу Ярополову установят в Ангарске к юбилею города. Над монументом работают иркутские скульпторы Александр Абрамов и Александр Виноградов. Авторы памятника Виктору Федоровичу Новокшенову, открытие которого состоялось накануне. Николай Иванович Ярополов – еще одна знаковая, легендарная для ангарской личность. Именно он принял решение о строительстве комбината 16, а затем рабочего поселка, который почти за 70 лет дорос до одного из крупнейших городов при Ангаре. «Человек возглавлял комиссию по выбору места. И то, где мы сегодня с вами живем, и тот город, которым мы гордимся, вот этот человек принимал решение. Его слово было решающим. Конечно же, очень логично увековечить память об этом человеке. И действительно, вы правильно сказали, не то, что его многие, уже нет тех, кто его знал лично, большинство. Но вообще люди не знают об этом человеке. Это несправедливо». Первый эшелон с оборудованием для будущего завода прибыл на железнодорожную станцию «Китой» 15 мая 1945 года. Именно Николай Ярополов возглавил комиссию по выбору площадки, где будет располагаться первенец сибирской нефтехимии. И его же затем назначили директором предприятия. «Он был тверд, спокоен и немногословен. Ныне легендарный человек. Это он поставил новый город у слияния двух сибирских рек. Вадим Богатырев. Прекрасное четверостище». Надежда Елькина – автор нескольких книг о Николае Ярополове. При подготовке и написании биографии журналист и писатель изучила все комбинатовские и городские архивы, в том числе закрытые, чтобы найти как можно больше информации о первом директоре НХК. Детей у Николая Ивановича и его супруги Валентины Михайловны не было. Но в Ангарске живут родные жены первого директора. Комбината 16. «У него была такая поговорка «нет плохих людей». Вот почему-то я это с детства запомнила. Нет плохих людей. Все люди хорошие. То есть он старался видеть, видимо, конечно, там были много разных людей, но он старался видеть в каждом человеке хорошие. Вот эти люди, то поколение послевоенное, они отдали свою жизнь для воссоздания строительства Родины нашей. Ведь правда? Города. Комбината. На большинстве фотографий Николай Иванович уже пожилой человек. Скульпторы приняли решение изобразить его более молодым. В том возрасте, когда он только приехал на место будущего строительства завода и города. Основная сложность была портретное сходство. Потому что фотографии, которые нам предоставил заказчик, которые мы пытались найти, ну, кое-что нашли в интернете, они плохого качества, они вот за мной все висят, эти фотографии, которые мы нашли. Вот. Но это связано... Ну, во-первых, прошло достаточное времени, а во-вторых, человек был связан с военной промышленностью, он был засекретен. И, конечно, это не публичная личность, он не артист. Сейчас мастера работают над скульптурой в мягкой форме. После утверждения памятника в глиняном исполнении, в Иркутск приедут специалисты байкальского литейно-механического завода «Улан-Удэ» для снятия форм. Затем на производстве будет отлит сам монумент. Бюст Хирополова изготовят из бронзы. Постамент будет гранитным. Памятник установят в парке Задыка «Нефтехимик». Средства на благоустройство прилегающей территории выделила Ангарская нефтехимическая компания. Таковы новости дня. Берегите себя и соблюдайте режим самоизоляции.